Доброе утро! Доброе утро! Яблочный, да, вы выбрали? Да, я выбрала яблочный. Знаю, что яблочный сок очень богат возможными всякими микроэлементами. И снижает давление? Да. Понятно. Вы? Я выбрала апельсиновый сок, потому что он очень полезный, содержит витамин С и снижает давление. У вас какое давление вообще? У меня давление 160 на 80. Что у вас верхняя высокая? Очень. 160. Так, вот я вижу, морковное вы выбрали. У вас как с давлением? Давление нормальное. Он мне просто нравится, я его люблю. И он укрепляет иммунитет. Доктор, прокомментируйте, пожалуйста, ответы наших зрительниц. Ну как, комментарий номер один, что все любят разные соки. Так. Комментарий номер два, что он, мне кажется, больше половины угадала, что давление снижает свекольный сок. Поскольку у вас высокое давление, сок вы выбрали неправильно, я вам сразу дам сок для снижения давления. Спасибо. Пейте, пожалуйста, и следите за своим здоровьем. Сейчас же вообще сезон молодой свеклы. Да. О пользе свеклы и свекольной ботвы поговорим вместе с нашим экспертом. Александр Борисович Мирошников. Нутрициолог, кандидат биологических наук, профессор Российской академии естествознания, доцент кафедры спортивной медицины Российского государственного университета физической культуры. Александр Борисович, выходите к нам скорее. Доброе утро. Доброе утро. Побеседуем. Доброе утро. Доброе утро. Все полезно в этом овоще, и вершки, и корешки. Да, да, действительно овощ очень полезен. Там и витамины, минералы, флавоноиды, антоцианы, кислоты достаточно полезные, бетаин, тоже о нем сегодня поговорим. Давайте, вот, кстати говоря, приступим к обсуждению полезных свойств. И начнем мы с снижения артериального давления. Как это? Что это? Свекольный сок богат у нас с вами нитратами, а нитраты в нашем организме образуют оксид азота, который расслабляет наши с вами сосуды, и, естественно, давление у нас с вами снижается. И, что самое интересное, многие исследования показывают, что всего лишь 250 миллилитров, это у нас с вами стакан свекольного сока, и у нас с вами артериальное давление снижается на 10 миллиметров тутного столба. Сразу? Выраженный эффект наблюдается где-то через 5 часов после приема сока. То есть постепенно это хорошо? Да. Но это необходимо учитывать тем людям, которые используют, например, антигипертензивные лекарства. Ну да, потому что получится, что и таблетка подействовала, и сок подействовала, можно слишком сильно уронить. Сильно уронить давление, да. Причем эти вещества, что характерно, сохраняются и когда свекла сырая, и когда свекла печеная, и когда свекла вареная. Да, практически у нас с вами нитраты не разрушаются при термообработке, поэтому можно использовать. Свекла снижает артериальное давление. Прекрасная новость. Идем дальше. Уровень холестерина тоже снижает? Да, абсолютно так, потому что в свекле есть у нас с вами флавоноиды, которые положительно влияют как раз на плохой холестерин. То есть у нас с вами плохой холестерин, это лип протеин низкой плотности снижаются, и тем самым мы профилактируем болезни сердечно-сосудистой системы, такие как инсульты, инфаркты и так далее. Ну, еще, кстати говоря, в свекле содержится пектин. Тоже немаловажно для снижения уровня общего уже холестерина, немаловажно, потому что оно его связывает в составе желчи и дальше выводит из организма. Сколько нужно свеклы съедать, чтобы снизился уровень холестерина? Ну, на самом деле, те же самые 250 миллилитров сока в день, и абсолютно с холестерином у вас будет норма. Да, ну, а получается, что если в виде просто свеклы, то примерно одна такая вот размером с кулачок, да? Абсолютно верно. Прекрасная рекомендация и вкусная для питания. Идем дальше. Способствует детоксикации. Я подозреваю, что дело здесь не обошлось все без того же пектина. Здесь и пектин, и бетаин как раз у нас с вами обезвреживает гепатоциты печени. Тем самым, да, у нас выводит всякие вредные металлы, да, какие-то недокисленные жирные кислоты, и тем самым оздоравливает человеческий организм. Я читал, кстати, что вот этот бетаин снижает уровень гомоцистеина, это так? Абсолютно верно. А гомоцистеин, это прежде всего здоровье наших с вами сосудов. Подождите, то есть получается, что если человек, например, перебрал лишнего, то ему утром не надо пить рассол, а надо съесть свеклу? Вот, кстати говоря, исторически, вот для меня было удивление, вот, например, в Турции именно такой сброженный, как вот у нас квашеная капуста, в Турции есть такое квашеное свекло. Вот там считается, что самое лучшее утреннее средство это как раз вот это вот ферментированное свекло. Можно объяснить даже почему, потому что именно сброженное свекло, в ней концентрация эльцистеина очень высокая. А что такое эльцистеин? Уже несколько исследований показали, что как раз эльцистеин как раз и обезвреживает алкоголь. Поэтому, конечно же, это, можно так сказать, рецепт номер один. Хорошо, идем дальше. Снижает риск геморроя. Ну, на самом деле, мы с вами знаем, что клетчатка, пектины, да, амилопектины и полезные крахмалы как раз содержатся у нас с вами в свекле. И как только мы начинаем его принимать, у нас с вами, естественно, нормализуется перистатика, пищеварительная система начинает хорошо работать. Это очень хорошо при профилактике геморроя. Ну, еще говорили в детстве, мне говорили, кушай свеклу, не будет запоров. Это правда. До сих пор, кстати говоря, вот многие наши коллеги-гастроэнтерологи, они говорят о том, что сам простой способ нормализовать работу кишечника – съедать одну свеклу в том или ином виде в день. Хорошо. Это речь про свеклу. А про ботву. Ботва. Кстати говоря, вот фото из Северной Осетии я фотографировал. Вот это астинские пироги. Видите, вот там вот такой прослойка такая. Вот это как раз и есть ботва, свеклы. Ее там регулярно вот добавляют. Это считается, что один из трех классических рецептов астинских пирогов. А ботва тоже обладает всеми теми же свойствами? Более того, в ботве многих веществ, в частности клетчатки, например, в ботве больше, чем в клубне. А она вкусная вообще? Ну, если мы ее с вами в качестве смузи перетрем, будет вкусная. Пахнет как салат. Да, но, кстати, я бы сказал, что в пироге не сразу угадываешь, что это даже свекла. То есть она похожа на какую-то такую зелью. И еще дает силы нам. Энергетик. Дело в том, что два овоща у нас богаты очень нитратами. Это свекла. 250 миллиграмм на 100 грамм нитратов. И шпинат. 250 миллиграмм на 100 грамм нитратов. Более 15 мета-анализов показали, что именно сок, обогащенный нитратами, свекольный сок, повышает работоспособность спортсменов. Силовые показатели спортсменов. Как ни странно, не только аэробные виды спорта, но и силовые виды спорта уже пользуются вовсю свекольным соком. Очень многие страдают от того, что утром нет сил. Да, все пытаются что сделать? Выпить 82 чашки кофе или там, не дай бог, купить какой-нибудь вредный энергетик. Получается, что свекла просто реально дает силы. Конечно. Утром нужно, прямо натощак, пить свекольный сок. А если гастрит? Можно же пить и после еды. В конце концов, никто не мешает человеку просто съесть запеченную свеклу. Ну, я думаю, что наши зрители в студии уже сегодня завтракали. И кто хочет получить все эти полезные свойства, о которых мы сегодня говорили, и попробовать свекольный сок? Кто не пробовал? Пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста. У нас есть тут, видите, варианты. Смузи с ботвой, свекольный сок. Пожалуйста, пожалуйста. Смотрите, все-таки очень важно говорить о полезных свойствах продуктов, потому что их сразу начинают употреблять. Я на самом деле, Александр Борисович, не знаю, знаете вы или нет, у меня есть свой любимый салат со свеклой. Я вот доктору Агапкину о нем много рассказывал. Все очень просто. Отвариваешь свеклу. Так. Режешь ее кубиками. Берешь сербский сыр, брензу. Кедровые орешки. Петрушка. Тих-тих-тих-тих-тих-тих. Капельку оливкового масла. Пробовали такой салат? Не пробовал, обязательно сделаю его, но могу дать совет. Чтобы снизить гликемический индекс свеклы, варим свеклу где-то до 8 минут, потом в холодильник, чтобы она холодная была. Да, нет, конечно, холодная. И потом ее в салат нарезаем. Обязательно холодная. И вот тогда ее гликемический индекс максимум 45 будет. Отлично. Спасибо огромное. Вам спасибо. Сегодня мы рассказали, чем полезна молодая свекла с ботвой. Я напоминаю, что каждую неделю в свежем номере газеты «Аргументы и факты» доктор Агапкин отвечает на ваши вопросы о здоровье. Присылайте свои письма в редакцию газеты «Аргументы и факты». А разговор о самом главном продолжается. Аплодисменты.